добрый день начинаем нашу третью лекцию которая будет посвящена основным законом электрических цепей сегодня мы с вами сделаем выводы вспомним о том что говорилось предыдущей лекции введем понятие что такое собственно закон и как он понимается в точных науках разберем очень интересный вопрос относительно иерархии подчиненности из лекции станет ясно что это такое об этом учебники умалчивают и перейдем к теме сегодняшней лекции основные законы электрических цепей как вы понимаете это будут законы киргофа далее мы рассмотрим правила составления уравнений киргофа для расчета электрических цепей и примеры составления таких уравнений а также сделаем выводы из того что сегодня прослушали и так наша прошлая лекция лекция номер два была посвящена введению и рассмотрению понятия идеальных элементов электрической цепи напоминаем идеальный элемент электрической цепи это такой элемент который имеет только одно из трех электрических свойств это или свойство проводимости или свойство индуктивности или свойство емкости только одно из трех на прошлой лекции мы ответили что по отношению к электрической энергии элементы делятся на активные и пассивные пассивные те которые могут только потреблять электрическую энергию активные могут ее генерировать но и могут точно также потреблять мы ввели три идеальных пассивных элемента резистор катушка и конденсатор каждый из этих элементов является носителем соответствующего свойства резистором резистор является носителем свойства проводимости катушка является носителем свойства индуктивности а конденсатор носитель свойства электрической емкости мы отметили что существует два по крайней мере так написано в учебниках на самом деле тоже три идеальных активных элемента источник напряжения источник тока и умалчиваемый везде источник мощности которая является третьим идеальным активным элементом мы сказали что на базе мы сказали что на базе идеальных элементов мы можем построить схему замещения любого реального элемента в том числе активных элементов схема замещения активных элементов может быть построена как на базе источника напряжения, так и на базе источника тока. У кого сейчас возникают какие-то вопросы, рекомендую еще раз прослушать лекцию номер 2, где об этом было подробно проговорено. На прошлой лекции мы рассмотрели три основные этапологических понятия электрической цепи. Узел, ветвь и контур. Видите, три элемента активных, три элемента пассивных, три основных понятия электрической цепи. Мы рассмотрели принцип дуальности, общий принцип природы, который работает, в частности, и для электрических схем. Но мы еще пока не знаем, каким законом подчиняются электрические цепи. Но не беда, на этой лекции мы это очень скоро выясним. Итак, что такое, собственно говоря, закон? В литературе дается определение научного закона, потому что существуют еще законы, скажем так, нравственные, четко непроговоренные, существует уголовный кодекс, тоже соответствующий сборник законов. Так вот, научный закон – это вербальное, то есть словесное, или математически выраженное утверждение, которое имеет доказательства. Это утверждение описывает соотношение связи между различными научными понятиями, и это утверждение признано на данном этапе научным сообществом таким, что согласуется с другими научными законами. Вот это очень важный, очень интересный факт. На данном этапе утверждение должно быть признано научным сообществом. Отсюда возникают два следствия. Первое, что если на данном этапе мы чего-то не знаем, но тем не менее кто-то высказал какое-то правильное утверждение, то оно не будет считаться законом, то есть оно не получит ранг закона, и к нему будет относиться научная общественность, как к так называемой псевдонауке. Это первое. Второе. Научное сообщество – это сообщество людей, которые могут ошибаться и могут заблуждаться. И скорее всего, мы таки да, и заблуждаемся, и ошибаемся в отношении окружающей нас природы. Поэтому если научное сообщество ошибается или заблуждается, то верный закон тоже может не получить ранг закона и попасть в состояние изгоя. То есть, вот это вот дополнение, оно является очень интересным с точки зрения того, а что такое вообще-то говоря научный закон. Или это то, что принимает научное сообщество, или это то, что объективно действует вокруг нас, и, конечно же, не подчиняется ничему, в том числе и каким-то научным сообществам. Но насчет не подчиняется ничему, об этом мы с вами поговорим немножечко позже. Самое интересное состоит в том, что некоторые физические законы не могут быть доказаны вообще. Потому что они носят универсальный характер в рамках сферы их применения. В науке такие законы называют принципами. Какие основные законы физики мы знаем? Ответить на этот вопрос довольно тяжело. Для этого надо хорошо покопаться в интернете, для того, чтобы выяснить, что в классической механике существует 18 разных законов. Существует 18 законов сохранения. Мы об этом с вами еще поговорим. Оказывается, законы сохранения не носят абсолютный характер. Законы сохранения носят подчиненный характер. И подчинены они принципам симметрии. Так называемая теорема Ньотер, мы о ней тоже будем говорить в следующих лекциях, связывают напрямую симметрию окружающего мира и законы сохранения в окружающем мире. Законы электромагнетизма. Их насчитали 10. В термодинамике, то есть науке о теплоте, 8. В оптике 5. В квантовой физике 3. Эта таблица, конечно, не претендует на исчерпывающий характер, потому что понятие закона является плавающим, и те или иные законы то включаются, то не включаются в эту таблицу. В электротехнике более четко. В электротехнике существует четко определенный перечень законов. Как вы думаете, сколько будет этих законов? Мы сейчас ответим на этот вопрос. Давайте поговорим о том, что такое принципы. Нам это сейчас потребуется. Видите, некоторые физические законы не могут быть доказаны, но тем не менее они справедливы. И они носят название принципов. Принципов, вообще-то говоря, много. Тут перечислены некоторые основные, а три последние будут использованы нами в нашей лекции. Итак, первый принцип. Принцип инвариантности скорости света. Это означает, что скорость света не зависит от скорости движения источника света. Совершенно дикая с точки зрения человеческой логики и повседневного человеческого опыта утверждения, но тем не менее теория относительности Эйнштейна построена на этом принципе. Принцип относительности. Относительности движения, относительности разных систем отсчета. Это тоже теория Эйнштейна. Принцип причинности. Хорошо знакомый нам принцип. Сначала причина, потом следствие. Чашка сначала падает, а потом разбивается, и очень редко наоборот. Принцип тождества. Многие вещи в физике, в мире вокруг нас, являются очень подобными, тождественными. Последние три принципа, выделенные красным цветом, как я сказал, о них мы будем дальше говорить в нашей лекции. Принцип равновесия. В природе все, почему-то, вдруг, непонятно почему, попытаемся ответить на этот вопрос, хотя, конечно же, точно не сможем, стремиться к равновесию. Принцип инертности. Мгновенно мы не можем изменить скорость движения тела. Существует инертность, существует так называемая инертная масса. Кто из вас помнит физику, существует еще гравитационная масса. И существует самый главный вопрос физики, но по крайней мере, физики последнего столетия. Почему-то инертная масса и гравитационная масса совпадают, но по крайней мере, с той точностью, которых мы можем их сейчас измерить. Почему они совпадают, хотя теоретически это две разные вещи. Это большой вопрос, на который современная наука ответа не дает. В электротехнике, особенно в теории полей и в теории электрических цепей, действует принцип суперпозиции или принцип наложения. Мы тоже будем о нем говорить в свое время. Итак, основные законы и основные принципы. Ну, а теперь несколько слов о том, о чем не пишут учебники не только теоретических электротехников, но и физиков. Поговорим об иерархии подчиненностей в природе. Давайте начнем с самого нижнего уровня, с кучи вот этих вот квадратиков, которые озаглавлены одним названием явления. Вообще-то говоря, вся наша жизнь состоит из явлений. Мы живем в явлениях, наша жизнь сама является явлением, и вокруг нас ежедневно, ежеминутно, ежесекундно происходит огромное количество явлений. Всходит и заходит солнце, меняет фазы, луна, падает лист на дереве, с неба падает дождь, этот дождь замерзает, потом еще дождь тает. Все это явления, которые мы наблюдаем, отмечаем и фиксируем. С самых древних времен было замечено, что явления, вообще-то говоря, не существуют сами по себе и не возникают сами по себе. А исходя из причинности, причиной существования и именно такого протекания явлений, как мы их привыкли видеть, является то, что мы называем законами. В этом плане законы стоят на втором, более высоком уровне иерархии. Законам подчиняются явления. Этих законов, как мы с вами видели из предыдущего слайда, довольно много. Это только физические законы существуют, еще химические законы, существуют законы других наук, а других наук огромное количество. Поэтому законов, которые мы выделяем, много, но их гораздо меньше, чем явлений, потому что одному и тому же закону могут подчиняться совершенно разные и иногда непохожие друг на друга явления. Ну, например, одному и тому же закону, закону всемирного тяготения, подчиняется падающая капля воды, подчиняется луна, вращающаяся вокруг Солнца, подчиняется вокруг Земли, подчиняется Земля, которая вращается вокруг Солнца, подчиняется Солнце, которое вращается вокруг центра галактики. Этого вращения мы не видим, потому что одна галактическая секунда составляет 600 земных лет. Одна галактическая секунда это соответствующая часть галактического года, а галактический год это время, в течение которого Солнце вместе с Солнечной системой совершает один полный оборот вокруг центра галактики. Это миллиарды лет. Таким образом, законы определяют те явления, которые мы видим повсеместно. Явления протекают так, а не иначе, потому что явления подчиняются законам. Ну а теперь давайте перейдем на следующий уровень абстракции. Тут мы применяем абстрактное мышление. Человек способен мыслить абстрактно. Спасибо за это. Если явления подчиняются законам, то чему тогда подчиняются законы? Почему действует закон всемирного тяготения? Почему угол падения равен углу преломления? Почему скорость света является постоянной величиной? почему е равняется mc в квадрате? Физика не дает ответов на этот вопрос. Физика лишь констатирует факт. Оно так. Почему оно так? На некоторые вещи мы уже подошли к ответу на этот вопрос, на эти вопросы. Относительно большинства мы можем только догадываться, а в отношении огромного большинства даже и не догадываемся. Ну давайте в конце концов нам ничего не стоит немножечко опять-таки с точки зрения абстрактного мышления и логики предположить, что над законами существуют какие-то другие я не могу назвать их объекты, я не могу назвать их сущности, я не могу назвать их явления, какие-то другие понятия, которым подчиняются законы. Собственно говоря, эти понятия, которым подчиняются законы, мы уже выяснили, и физики их выяснили, и физики их знают, может быть, далеко не все, но знают. Это то, что мы называем принципами, это то всеобщее, что не может быть доказано, но тем не менее оно существует. Принципов, как мы видели из предыдущего слайда, гораздо меньше, на порядок меньше, чем число законов. Итак, на третьем уровне нашей иерархии находятся принципы. Но что нам мешает пойти дальше? А чему подчиняются принципы? вот эти сущности, вот эти понятия, они уже неопределимы в человеческом языке. Человечество еще не дошло до понимания того, что такое эти понятия, которым подчиняются принципы. Их можно условно назвать идеей, но это условно, потому что в человеческом языке нет еще термина для обозначения этих понятий. Очевидно, что таких понятий, назовем их условно идеи, должно быть еще меньше, чем принципов. Сколько мы не знаем. понимаем. Но если пойти еще дальше, то в конце концов мы придем к тому, что вверху, в самом верху, вот тут, будет находиться что-то одно, единое, общее, чему подчиняются все остальное, и благодаря, не могу сказать воле, не могу сказать проведению, но благодаря действию вот этого одного общего фактора, хотите давайте назовем его Бог, хотите давайте назовем его природа, неважно как мы его назовем, так вот благодаря действию этого одного фактора по нисходящей цепочке пройдя, каждое утро и сегодня взошло солнце, а вечером оно зайдет за горизонт, и наступит ночь, а завтра наступит еще один день, и будет продолжаться наша жизнь. Видите, сколько интересного находится вокруг нас. К сожалению, современная наука, с глубокомысленным видом давая ответы на вопросы, на самом деле не дает на них никаких ответов, и те определения, которые мы с вами тоже фактически не определяют до конца понятия, которыми мы пользовались. Помните, например, узел и ветвь. Поэтому, когда человек с глубокомысленным видом говорит «это так», на самом деле это совершенно не значит, что это так. Это мысли данного конкретного человека, это мысли может быть вот того научного сообщества, которое тоже может заблуждаться. Поэтому не верьте в авторитеты. Поэтому мыслите критически, уважайте авторитетов, но не верьте им слепо. Все авторитеты живые люди, которые могут заблуждаться. И только тут наверху находится нечто, что по определению заблуждаться не может, потому что оно одно. Еще раз говорю, не важно, как это одно называется. Но если проследить по логике, то это одно должно быть. Назовем его природа. Возвращаемся вниз. Возвращаемся к их законам и явлениям. Возвращаемся к законам электротехники. Как ни странно, а может быть и действительно не странно, все абсолютно электрические цепи во всех абсолютно режимах работы подчиняются только трем основным законам. Первые два закона широко известны как первый и второй законы Киргофа. Третий закон закон коммутации, с которым мы с вами столкнемся, когда будем проходить переходные процессы в электрических цепях. Этот третий закон действия наряду с первыми двумя определяет поведение электрических цепей в некоторых экзотических режимах, в режимах переходного процесса. Первый и второй закон Киргофа действуют всегда во всех абсолютно электрических цепях. Поэтому можно сказать, что к счастью, электротехническая наука очень бедна законами. Это не 18 законов в механике, а на самом деле может быть гораздо больше, а всего-навсего три закона. Выучить эти три закона, как вы понимаете, очень просто, применять эти три закона очень просто, и что самое интересное, что все электрические цепи, независимо от режима работы, независимо от времени суток, независимо от нашего сознания, вдруг почему-то подчиняются этим трем законам. Первые два закона получили название по имени своего первого открывателя Густава Роберта Киргофа, который родился в 1824 году. Это немецкий физик. И вот немецкий физик Густав Роберт Киргоф в 1845 году в журнале Der Physics and Chemie то есть физика и химия опубликовал статью, которая называется «О прохождении электрического тока через плоскость, в частности через круговую». Обратите внимание, что эта статья опубликована в 1845 году. Киргоф родился в 1824 очень просто отнять одну дату от другой и с удивлением отметить, что Киргоф написал эту статью в 21 год. Я обращаюсь с моим слушателем. Скажите, пожалуйста, кто из вас в 21 год написал одну статью, которая увековечила ваше имя. Я буду рад очень, если такие среди вас есть. Я, например, этим похвастаться не могу. ваше Я не могу. Итак, что же определил Киргоф в этой статье? Он дал определение основным топологическим понятиям узел, контур, ветвь, и он выявил, что алгебраическая сумма токов в узле равняется нулю, а алгебраическая сумма напряжений в контуре равна нулю. И назвал эти два утверждения относительно суммы токов первым законом, а относительно алгебраической суммы напряжений в контуре вторым законом. Назовем здесь еще и третий закон, для того чтобы уже быть полными, хотя о нем мы будем говорить значительно-значительно позже. Закон коммутации, который утверждает, что энергия любой системы не может измениться мгновенно. Если вернуться к нашей иерархии подчиненностей, явления, законы, принципы и так дальше, то в данном случае можно сказать, что на уровне явлений находятся все абсолютно электрические явления, действующие во всех абсолютно без исключения электрических цепях. Все токи и напряжения данного направления данной величины, все мощности, все то, что происходит в электрических цепях, подчиняется вот этим вот трем законам. Представляете, сколько электрических цепей, сколько явлений возникает в этих электрических цепях. И вот это вот огромное количество явлений подчиняется всего-навсего трем законам Киргофа. Если пойти на ступенечку выше и подумать, каким принципам подчиняются эти законы, то можно умозрительно себе представить, я не претендую на истину последней инстанции. Можно предположить, что первый и второй законы Киргофа, которые являются, вообще-то говоря, законами равновесия, подчиняются принципу равновесия, которые являются общим принципом природы. Ну а закон коммутации, который говорит о том, что энергия не может измениться мгновенно, а соответственно и скорость не может измениться мгновенно, а в электротехнике тоже есть аналог механической скорости, мы об этом с вами поговорим в свое время. Так вот, закон коммутации подчиняется принципу инертности. Не будем разбирать, что там находится дальше, мы все равно не сможем этого понять. Давайте останавливаемся на том, что мы с вами знаем. Итак, что для нас самое главное? Для нас самое главное вот эти вот два первых уровня. И для нас самое главное запомнить, что все без исключения явления, которые мы можем наблюдать во всех без исключения электрических цепях, подчиняются всего-навсего трем законам Киргофа. Очень интересный вопрос, а почему трем? Почему возникает три элемента, почему три свойства? Почему три топологических понятия? Почему три активных, три пассивных элемента? Что это за число три такое? Это может быть какой-то еще принцип, это может быть еще какая-то идея, или что-то находящееся на более высоких уровнях. Что-то, что определяет какое-то магическое значение числа три, а мы видим преломление этого определения во всех явлениях, где эта тройка почему-то вдруг мистическим образом выходит на первый план. Законы Киргофа применяются к основным топологическим понятиям, о которых мы с вами говорили на прошлой лекции. Помните нашу прошлую лекцию, где мы с вами говорили о том, что существует ветвь, что существует узел и существует контур? Так вот, первый закон Киргофа применяется к узлам, алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Второй закон Киргофа применяется к контурам, к замкнутым путям по ветвям этой схемы. Остановимся подробнее на законах Киргофа. Итак, первый закон, узел, в нашем случае образованный четырьмя ветвями, в которых действуют четыре разных по величине и разных по направлению токов. Первый закон Киргофа утверждает, что сколько бы ни было ветвей, сходящихся в этом узле, все токи, которые сходятся в этом узле, в алгебраической своей сумме дают ноль. Что такое алгебраическая сумма? Помните, чем она отличается от суммы арифметической? Сумма алгебраическая может включать слагаемое со знаком плюс или со знаком минус. В арифметической, более простой, все очень просто, там только плюс. Так вот, если мы говорим об алгебраической сумме токов, то есть какой-то из них может быть с плюсом, а какой-то с минусом, мы должны с вами определить правило знаков. Какой ток мы будем считать положительным, а какой ток будем считать отрицательным? В ответ на вопрос, а какое правило знаков существует, могу ответить, любое. То есть, вы можете самостоятельно определить для себя правило, которому вы будете следовать, записывая уравнение первого закона Киргофа. Ток в каждой из ветвей может иметь одно из двух направлений. Он может быть направлен либо к узлу, либо от узла. Так вот, на самом деле, закону Киргофа абсолютно все равно, с каким знаком мы будем учитывать токи, входящие в узел, а с каким знаком будем учитывать токи, выходящие из узла. В любом случае, сумма алгебраическая, с учетом этих знаков, будет равна нулю. Но если закону Киргофа все равно, если природе все равно, то давайте подстроимся под наши, ну скажем так, интуитивно понятные человеческие понятия. Интуитивно понятно, что если что-то куда-то входит, то там пребывает. Это плюс, а если что-то выходит, то это минус. Поэтому мы с вами по умолчанию, записывая в дальнейшем уравнение первого закона Киргофа, будем считать токи, которые направлены к узлу, со знаком плюс, а токи, направленные от узла, со знаком минус. Например, для данного узла, который показан здесь, мы должны взять ток И1 в этой алгебраической сумме со знаком плюс, видите, стрелочка направлена к узлу. Ток И2 мы должны взять со знаком плюс, стрелочка тоже направлена к узлу. Стрелочка третьего тока, третий ток, выходит из узла, поэтому в соответствии с нашим договоренностью, нашим правилам, ток И3 берется со знаком минус. Ну и последний, четвертый ток, который входит в узел, берется со знаком плюс. Вот это пример составления первого уравнения Киргофа, по первому закону Киргофа, для какого-то узла электрической цепи. Второй закон Киргофа применяется к контурам и говорит практически то же самое, что и для токов в узлах. Он говорит о том, что алгебраическая сумма напряжений в контуре равна нулю. Если сумма алгебраическая, то мы тоже должны выбрать какое-то правило знаков. Точно так же, как и в первом законе Киргофа, мы можем выбрать правило знаков произвольно. Только если в первом законе Киргофа направление тока относительно чего-то жестко фиксировалось, у нас было вот это относительно чего его фиксировать, это узел. Направление напряжения в контуре надо к чему-то привязать. Надо выбрать какое-то условное положительное направление, с которым мы будем сравнивать все остальные направления в нашей схеме. В качестве вот этого условного положительного базисного направления для контура мы будем выбирать направление обхода, то есть направление, по которому мы движемся, обходя ветви соответствующего контура. Направление обхода контура можно выбрать произвольно. Их может быть только два, либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Так вот, каждый из вас, в зависимости от времени суток, в зависимости от настроения и самочувствия, в данный конкретный момент времени, в данной конкретной ситуации, может выбрать в качестве положительного любое направление, как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Самое главное, что если вы выберете такое направление и один раз сами с собой договоритесь, а как правило, с самим собой договариваться очень просто, то вы должны уже следовать этому правилу и везде считать положительным направлением такое, как вы один раз для себя определили. Мы с вами будем считать в качестве условного положительного направления, направление по часовой стрелке. Вот мы с вами договариваемся таким образом и во всех наших лекциях, ну и не только в наших лекциях, а вообще в электротехнике, чаще всего направление по часовой стрелке используется в качестве условного положительного направления обхода контура. А дальше осталось только определить направление напряжения на каждом элементе, который входит в наш контур, и сопоставить его с направлением обхода. Каким образом определить направление напряжения? А на этот вопрос, как ни странно, мы уже можем ответить. В наших предыдущих лекциях уже скрыт ответ на этот вопрос. Ответ очень простой. Что мы знаем о пассивных элементах электрической цепи? Элементах, которые могут только потреблять электрическую энергию. Помните, мы с вами на прошлой лекции и на первой лекции ввели понятие пассивного элемента, как элемент, направление напряжения и тока которого одинаково. Три пассивных элемента резистор, катушка и конденсатор обладают тем свойством, что у них стрелка тока и стрелка соответствующего напряжения всегда смотрят в одну и ту же сторону. Поэтому, если мы с вами задались условными положительными направлениями стрелок токов в ветвях, то мы автоматически задались условными положительными направлениями напряжений на этих элементах. А как быть с активными элементами, которыми в общем случае являются источники энергии? А тут тоже все ясно. Потому что источник напряжения, помните, мы с вами недавно говорили о нем, вот эта стрелка показывает плюс, а противоположный конец минус, а напряжение направлено от минус, от плюса к минусу. Поэтому, на самом деле, вот эта стрелка внутри источника, стрелка направления его электродвижущей силы, однозначно определяет направление напряжения на этом источнике. Таким образом, у нас с вами все напряжения, направления всех напряжений могут быть определены. А дальше мы с вами должны еще раз договориться, вернее, не мы с вами, а вы сами с собой, еще раз договориться. Давайте договоримся, что напряжение, которое будет совпадать с направлением обхода, будет в уравнении браться со знаком плюс. А если напряжение противоположно направлению обхода, то со знаком минус. Интуитивно понятное правило. Давайте рассмотрим пример для вот этого контура, который изображен здесь. В этом контуре изображены стрелочки для всех токов в ветвях. Без этого мы с вами не сможем определить направление напряжений. И показаны, для того, чтобы мы не забыли и на первых порах ориентировались, направление первых пяти напряжений на первых пяти элементах. Если мы в качестве условного положительного направления выбираем направление по часовой стрелке, то есть мы идем, скажем, вот из этого узла по часовой стрелке, то направление напряжения на первом резисторе у R1 мы встречаем сонаправленно с обходом, и поэтому ставим плюс здесь, в этом члене этого равенства. Напряжение на конденсаторе, это следующий элемент, через который мы проходим, идя по контуру, тоже совпадает с направлением нашего обхода, поэтому будет плюс у C1. По этой же самой причине плюс у R2. Теперь напряжение на источнике E2 направлено в сторону противоположную стрелке, а напряжение численно равно ЭДС. Численно равно ЭДС направлено, так как показано здесь, то есть вниз в данном случае, и идем мы тоже по контуру вниз, поэтому ЭДС второго источника будет включено в это уравнение со знаком плюс. Пройдя через вот эти вот четыре элемента, мы оказываемся вот в этом вот узле, и теперь мы должны начинать двигаться по нижней ветви и по вот этой левой ветви, поднимаясь вновь в наш узел, с которого мы начали движение. Мы движемся по часовой стрелке, а видим, что напряжение на третьей катушке направлено в противоположную сторону. Почему? Да потому что ток катушки направлен в противоположную сторону. Вы можете спросить, а почему ток направлен в противоположную сторону, и будете правы. Забегая наперед, я скажу, что электротехника это сплошной произвол. Как ни странно, не смейтесь, направление этих токов вы тоже можете задать произвольно. Что из этого будет следовать и как потом определить истинное направление, мы об этом с вами поговорим уже очень и очень скоро. Итак, пока что мы задались направлением тока И3, как показано здесь. Этот ток определяет показанное здесь направление напряжения, а коль скоро мы идем против стрелки напряжения на третьей катушке, то это напряжение должно быть включено в уравнение со знаком минус, согласно нами же определенному правилу. По этой причине направление напряжения на третьем резисторе, здесь оно уже не показано и не надо, показан ток, направлено противоположно обходу и берется со знаком минус. По этой же причине направление напряжения на четвертом ЭДС, здесь оно тоже не показано и не надо, мы его знаем, правда же, знаем, Противоположно вот этой стрелке, то есть сверху вниз, а идем мы снизу вверх. Идем мы против напряжения на четвертом ЭДС, поэтому Е4 включается в уравнение со знаком минус. Далее мы проходим через четвертый конденсатор. Например, направление напряжения на этом конденсаторе совпадает с направлением тока, конденсатор это пассивный элемент, совпадает с направлением нашего обхода и последний член, замыкающий наш контур, плюс напряжение на четвертом конденсаторе. Я прекрасно понимаю, что с первого раза это может показаться сложным. Поэтому, пожалуйста, прослушав эту лекцию или дослушав до этого момента, остановите демонстрацию. Еще раз или прослушайте мои объяснения, или попытайтесь, что лучше, самостоятельно понять, почему такие знаки стоят в этом уравнении. Поняв один раз, вы запомните на всю оставшуюся жизнь. Ну, теперь еще один момент, на который мы должны с вами обратить внимание. Момент, касающийся того, что на самом деле уравнение второго закона Кирхоффа может быть представлено в двух формах записях. Первая форма записи, общая форма, которая вытекает из формулировки второго закона Кирхоффа. Аугебраическая сумма напряжений в контуре равна нулю. И исходя из этой формулировки, для этого контура, а он же был у нас на предыдущем слайде, записано вот это уравнение, которое появилось на предыдущем слайде. Это общая форма. Что значит общая? А общая означает то, что ее можно использовать всегда, везде, во всех случаях жизни. И мы никогда не ошибемся. Ну, конечно, если не ошибемся в этих знаках. А теперь частная форма. Давайте обратим внимание на то, что в этом уравнении, которое мы с вами только что составили, у нас существуют, вообще-то говоря, два разнородных вида напряжения. Первое напряжение, первый вид напряжений, это напряжение на пассивных элементах. Напряжение на резисторах, напряжение на катушках, напряжение на конденсаторах. В электротехнике такие напряжения, которые возникают на пассивных элементах электрической цепи, называются термином падение напряжения. Не нужно считать, что этот термин отражает физическую сущность. Как правило, термины, названия, не всегда отражают физическую сущность, явление, которое они называют. В данном случае напряжение никуда не падает, за него можно быть совершенно спокойным. Термин падение напряжения нужно рассматривать просто как название. Название напряжения на пассивном элементе. Второй вид напряжений, который здесь есть, это напряжение на активных элементах, на источниках энергии. Эти напряжения мы не можем назвать падениями напряжения, потому что мы договорились этим термином падение определять напряжение на резисторах, катушках и конденсаторах. И все. Поэтому мы можем чисто математически перенести в нашем уравнении E2 и E4 за знак равенства, вместо нуля здесь написать, их с противоположным знаком. И тогда мы с вами приходим к другой формулировке второго закона Киргофа, к той формулировке, которую вы помните со школы, к той формулировке, которую вы помните в университетском курсе физики. И формулировка такая, в контуре алгебраическая сумма падений напряжения равна алгебраической сумме электродвижущих сил, ЭДС. Только обратите внимание, что чаще всего в школе и скорее всего в курсе физики вы говорили в замкнутом контуре алгебраическая сумма и так дальше. Вспомните, на прошлой лекции мы с вами контур определили как замкнутый путь по ветвям цепи. Поэтому говорить замкнутый контур не имеет никакого смысла, контур замкнут по определению. Поэтому мы будем с вами просто говорить в контуре алгебраическая сумма напряжений, падений напряжений равна алгебраической сумме ЭДС. И та и другая форма часто используются в электротехнике. Они являются, вообще-то говоря, переходящими одна в другую. Как вы понимаете, для этого надо просто-напросто источники передвинуть из одной части уравнения в другую часть уравнения. Но в зависимости от того или иного случая, иногда бывает удобно пользоваться одной, а иногда бывает пользоваться удобно другой формой. Мы с вами будем пользоваться и той, и другой, поясняя, почему мы пользуемся в конкретном случае той или иной формой записи второго закона Киргофа. Теперь относительно понятия частная форма. Вторая форма является частным случаем первой формы. И мы сказали, что ее можно использовать только тогда, когда в контуре присутствуют только пассивные элементы и источники напряжения. И тут возникает очень интересный вопрос. Типа А и Б сидели на трубе. В электротехнике мы с вами ввели понятие активных и понятие пассивных элементов. А что же еще может включать в себя контур, как не вот эти два вида напряжений? Напряжение на пассивных и напряжение на активных элементах. Ответ на этот вопрос, с одной стороны, очевидный, с другой стороны, неожиданный, но, по крайней мере, математически непротиворечивый. Контур – это замкнутый путь. И мы сказали, что путь по ветвям схемы. Но на самом деле, мы можем применить некоторый математический прием, заключающийся в том, что мы можем выделить напряжение на каком-то отдельном элементе. Вот оно, допустим, напряжение на резисторе R2. Или напряжение на каком-то участке цепи. Вот напряжение между первым и вторым узлом, U1-2, которое будет выражаться, в конце концов, через напряжение вот этого резистора, я имею в виду U1-2, и напряжение вот этого источника. Но мы можем пройти по контуру из первого узла во второй по двум, вообще-то говоря, разным путям. Первый путь – это тупо идти через два вот этих элемента. Второй путь, более изящный – обойти эти два элемента и замкнуть контур, пройти по напряжению на зажимах ветви 1-2. Таким образом, когда мы будем с вами составлять уравнение второго закона Киргофа, мы будем довольно часто, а в некоторых случаях это будет просто необходимо сделать, и мы с вами тогда эти случаи четко определим, идти не по ветвям контура, а по напряжениям на соответствующих ветвях или соответствующих элементах. И вот эти два уравнения, тоже уравнения второго закона Киргофа, записаны для вот таких вот путей. Посмотрите, я боюсь их назвать контуром, но тем не менее. Давайте пройдем из первого узла во второй по напряжению У-1-2. Помните, мы договорились идти по часовой стрелке? Вот и идем по часовой стрелке плюс У-1-2. А теперь давайте будем замыкать контур по вот этой вот ветви. Минус E-2. Почему минус? Говорю еще раз, потому что стрелка напряжения противоположна стрелке ЭДС. И смотрит вниз, а мы поднимаемся, идя по часовой стрелке, вверх. Поэтому минус E-2. Минус падение напряжения на резисторе R-2. Почему минус? Потому что мы выбрали направление тока вниз, а поднимаемся вверх. Равняется нулю. Кстати, из этого уравнения можно найти, чему равняется У-1-2. Таким образом, все равно, или мы пройдем по вот этой вот части схемы, или мы сразу пройдем по напряжению У-1-2, которое вычисляется таким образом, в любом случае мы получим правильную алгебраическую сумму, равную нулю, сумму напряжений. На прошлой лекции я сказал вам о том, что закон Ома на самом деле не существует. Сейчас я попытаюсь доказать это спорное, на первый взгляд, утверждение. Ну что значит? Закона Ома не существует. Как его не существует? Когда все учителя и в школе, и на кафедре физики говорили, а давайте-ка мы воспользуемся законом Ома, чтобы рассчитать вот это напряжение на этом сопротивлении. Ну давайте. Что такое закон Ома? Давайте мы с вами рассмотрим вот этот вот маленький участок цепи. Но посмотрим на этот участок цепи с точки зрения второго закона Киргофа. Алгебраическая сумма напряжений в контуре должна быть равна нулю. Я могу взять вот такой малюсенький контур, пройти по резистору R2, а потом вернуться назад, мы только что это определили с вами, через напряжение на этом резисторе. Вот самый маленький путь, который здесь можно выбрать, видите? Но его можно выбрать. Давайте его выберем. Итак, идем по часовой стрелке с первого узла. Спускаемся вниз, видите, по часовой стрелке. И ток резистора R2 тоже спускается вниз. Одинаково действует направление обхода и направление тока, направление напряжения на этом элементе. Плюс R2 на E2. Все, теперь оказавшись в этой точке, немедленно возвращаемся назад, пройдя уже через напряжение на втором резисторе, пройдя против стрелки этого напряжения, минус у R2 равняется нулю. Вот это, между прочим, уравнение второго закона Киргофа. Но из этого уравнения второго закона Киргофа следует то, что ток, действующий в резисторе, я могу определить как напряжение на этом резисторе, деленное на сопротивление этого резистора. А вот это уже то, что вы привыкли называть законом Ома. Привыкли называть? Называйте. Но только помните, что закон Ома – это частный случай второго закона Киргофа. И де юре – закона Ома не существует. Существуют только три закона в электрических цепях. Что бы там ни говорили школьные учебники физики. Когда мы рассматривали уравнение первого закона Киргофа и второго закона Киргофа, то бросилось в глаза, что первый закон Киргофа что-то говорит относительно токов, второй, что-то говорит относительно напряжений, и вроде бы на первый взгляд эти два закона не пересекаются. То есть мы не можем никак объединить уравнение первого и второго закона Киргофа. Но это на первый взгляд. Потому что, кроме того, что мы уже с вами знаем уравнение второго закона Киргофа, для этого контура мы его уже составили, и вот так вот оно выглядит, мы с вами еще помним табличку, которую показали на предыдущей лекции «Соотношение между токами и напряжениями идеальных элементов электрической цепи». Кто эту таблицу не помнит, пожалуйста, обратитесь ко второй лекции. Она там, по-моему, на слайде номер 7, если я не ошибаюсь. И выучите наизусть те несколько, а их там 6, соотношений между токами и напряжениями для резистора, катушки и конденсатора. Эту таблицу надо помнить, эти соотношения надо помнить. Так вот, в той таблице написано, что напряжение на резисторе – это произведение сопротивления на ток резистора. Поэтому, пользуясь той таблицей со второй лекции, мы с вами можем записать УР1 через сопротивление первого резистора и его ток. Там же в этой таблице написано, что напряжение на конденсаторе может быть выражено через ток этого конденсатора, вот таким вот хитрым интегральным образом. И вот этот вот член, вот этот интеграл, соответствует напряжению на конденсаторе. И так дальше. Напряжение на катушке прямо пропорционально скорости изменения тока этой катушки, появляется производная. А вот еще один конденсатор и вот еще один интеграл. Таким образом, та наша таблица открывает нам ключик между, открывает нам дверь, прошу прощения, является ключиком между первым и вторым уравнением Киргофа. Мы всегда уравнение второго закона Киргофа можем записать не относительно напряжений, а относительно токов, пользуясь данными этой волшебной таблицы. Что это нам дает? Это нам дает возможность объединить уравнения первого закона и уравнения второго закона, теперь уже записанные относительно одних и тех же неизвестных, объединить их в одну общую систему уравнений. Но правда, давайте мы отметим прискорбный факт, что уравнения второго закона Киргофа в общем случае являются интегро-дифференциальными уравнениями. И поэтому, вообще-то говоря, сейчас скажу одну вещь, которая кажется вам парадоксом. Вообще-то говоря, на этой третьей лекции можно было бы и остановить изучение курса теоретических основ электротехники. Остановить почему? Да потому что мы уже все сказали больше, принципиально нового, и я вам ничего сказать не смогу. Все то, что мы будем говорить дальше, будет вытекать логично. Помните, мы с вами говорили, что у нас курс логичный. Будет логично вытекать из уравнений Киргофа. Так вот, если мы хотим рассчитать токи в электрических цепях, то мы должны составить уравнение на основании законов Киргофа, преобразовать напряжение к токам, получить интегро-дифференциальное уравнение, а после этого сказать, дорогие друзья, электротехника на этом закончилась, а далее начинается математика. Так вот, я как электротехник могу сказать, дорогие друзья, а далее начинается математика. И я тут, как говорится, ни при чем. Вы на математике должны были учиться решать интегро-дифференциальное уравнение. Я не буду таким садистом, я не буду так говорить. А на прошлой лекции, если помните, я сказал, что мы с вами всячески будем пытаться избегать решать вот этих уравнений. И поэтому можно сказать, что вся наша дальнейшая электротехническая жизнь и наши лекции будут посвящены тому, как уйти от решения интегро-дифференциальных уравнений. Но факт остается фактом. Уравнения второго закона Киргофа являются интегро-дифференциальными уравнениями. Сейчас мы с вами введем понятие расчета электрической цепи. Мы будем очень часто использовать эти три слова «рассчитать электрическую цепь». Что мы будем понимать под этим? Договоримся один раз и навсегда. «Рассчитать электрическую цепь» означает определить значение и направление всех токов в ветвях этой цепи. Все. Зная токи и зная сопротивление, можно найти напряжение. Зная напряжение и зная токи, можно найти мощности. Таким образом, токи дают нам знание о всех режимах работы электрической цепи. Каким образом мы будем решать задачу? При помощи уравнений Киргофа. А почему я так безапелляционно говорю, что при помощи уравнений Киргофа? Да просто потому, что других законов в электротехнике, как вы сами выяснили, нет. Поэтому мы просто вынуждены пользоваться уравнениями Киргофа. Так вот, каждый ток имеет две, вообще-то говоря, неизвестных. Это значение тока, сколько ампер, 2, 3, 28, и направление тока. Одновременно и значение, и направление рассчитать нельзя. Поэтому мы будем пользоваться хитрым приемом. Вначале мы будем произвольным образом задаваться направлениями токов в ветвях. Произвольным образом, как говорится, как Бог на душу положит, мы будем расставлять стрелки токов. Конечно же, при этом мы обязательно ошибемся. Но мы сможем узнать, ошиблись мы или не ошиблись, потом, в конце решения задачи. Таким образом, наше первое действие, которое будет магическим действием всегда, при всех расчетах электрических цепей, задаться условным положительным направлением токов в каждой ветви. Далее. Прежде чем составлять уравнения по законам Киргофа, мы должны определить, а сколько уравнений мы должны составить? Ответ очень простой. В системе столько уравнений должно быть, сколько неизвестных. А сколько неизвестных? А столько, сколько неизвестных токов. Видите, общее количество уравнений в системе соответствует количеству неизвестных токов. Возникает вопрос. А почему мы так акцентируем внимание на неизвестных токах? Что? Какие-то токи изначально, априори, могут быть известными? И на этот вопрос вы уже можете дать совершенно четкий ответ. Да, некоторые токи могут быть известными. В каком случае? Если в соответствующей ветви стоит источник тока. Вот он дает ток в цепь. Независимо ни от чего, соответствующий его параметру йод. И ток этот известен. И соответственно, определять его нет необходимости. И соответственно, у нас количество уравнений будет определяться, как общее количество ветвей. Это сколько всего токов, известных и неизвестных, действует в нашей схеме. Минус количество ветвей, содержащих источники тока. Минус число токов, которое мы уже знаем. Теперь, когда мы определили, сколько уравнений должно быть всего, мы должны их разделить, поровну или по-братски, скорее всего по-братски, между двумя уравнениями, между двумя законами, первым и вторым законом Киргофа. Приоритет здесь у первого закона. Количество уравнений по первому закону всегда соответствует числу узлов минус единица. Вот эти вот число узлов минус единица, называются, вот эти n минус один узлов, называются независимыми узлами. Так вот, зная количество узлов, отнимая единицу, мы однозначно определяем, сколько уравнений должно быть составлено по первому уравнению Киргофа. А сколько составить по второму? Ответ напрашивается сам собой. А столько, сколько не хватает до общего количества уравнений? Все то, что не хватает, составляются по второму закону Киргофа для так называемых независимых контуров. Очень важно для независимых контуров. Что такое независимый контур? Видите, мы введем понятие независимого узла, а независимый контур, это контур, который содержит хотя бы одну ветвь, которая не входит во все остальные контура. То есть, контур, отличающийся от всех остальных, хотя бы одной новой ветвью. Вот такие контура, каждая из которых отличается от всех остальных одной ветвью, не входящей во все остальные, называются независимым. Как мы с вами увидим дальше, поиск независимых контуров в большинстве случаев не такой сложный. И это мы с вами рассмотрим на примере. Вот пример составления. Задана такая электрическая цепь. Что значит задана электрическая цепь? Это значит, что заданы параметры всех ее элементов, сопротивления всех резисторов, индуктивности всех катушек, емкости всех конденсаторов и параметры всех источников энергии. Необходимо рассчитать эту электрическую цепь. То есть, необходимо рассчитать, определить значение и направление токов во всех ветвях этой цепи. Вспоминаем правило, изложенное на предыдущем слайде. И первое, что мы делаем, произвольным образом задаемся направлениями токов в ветвях цепи. Вот эти стрелки и один, и два, и три и так дальше расставлены здесь произвольным образом, случайным образом. Не ищите какую-то логику в расположении этих стрелок. По одной простой причине. Никакой логики здесь нет. Стрелки расставлены случайно. Произвольно. Давайте определим, сколько узлов содержит наша схема. И сколько независимых контуров содержит наша схема. С узлами все просто. Раз, два, три, четыре. Она содержит четыре узла. А сколько будет независимых контуров. То есть, сколько раз мы сможем обойти нашу схему, каждый раз, включая в наш путь хотя бы одну новую ветвь. Ну, давайте попробуем погулять по ветвям нашей схемы. Давайте будем смотреть на вот эти так называемые окошки схемы, которые в нашем топологическом базисе, а это просто квадратик вот с таким вот крестиком, перекрестием, будут определять, в конце концов, независимые контура. Давайте мы обойдем наш первый контур. Вот я показываю первый контур. Он будет содержать первую ветвь, вторую ветвь и четвертую ветвь. Видите, мы с вами еще не имели никаких контуров, и в наш первый контур включили аж три новые ветви. Первая, вторая и четвертая. Является ли этот контур независимым? Да, конечно, потому что он содержит аж три ветви новых, а нам достаточно одной. Хорошо. Пойдем дальше, опять-таки, по окошкам нашей схемы. И рассмотрим контур номер два, который содержит веточку два, веточку три и веточку с пятой катушкой. Является ли этот контур независимым уже по отношению к нашему первому контуру? Да, является. В наш второй контур вошла одна из ветвей старого контура, ветвь номер два. Но зато сюда вошли аж две новые ветви, которые не входили в первый контур. Таким образом, вот этот контур два, три, пять является независимым контуром. Следующий контур, следующее окошко нашей схемы. Мы идем по четвертой ветви, по пятой ветви и по шестой ветви. Является ли контур независимым? Да. Потому что в него входит новая ветвь, шестая, которая не входила в оба предыдущих контура. А вот теперь, когда мы выбрали вот эту систему из трех независимых контуров, как бы дальше мы не гуляли по нашей схеме, какой бы причудливый путь мы не выбирали, мы никогда не сможем найти одну ветвь, хотя бы одну ветвь, по которой мы еще не проходили. Поэтому все остальные контуры будут зависимыми, и для них мы не будем составлять уравнение второго закона Керхоффа. Итак, покидаем этот слайд с сознанием того, что у нас в схеме четыре узла, сейчас мы будем отталкиваться от этой цифры, и три независимых контура. Определяем количество уравнений. Сколько всего уравнений нам нужно составить для того, чтобы рассчитать токи? Столько, сколько неизвестных токов. А сколько здесь неизвестных токов? Наша схема содержит всего шесть ветвей. В каждой ветви содержится по одному току, значит, всего в схеме шесть токов. Отвечаем на вопрос, а сколько неизвестных токов? Ответ очень простой. А есть ли хотя бы один источник тока в этой схеме? Нет. Здесь есть два источника напряжения, но ни одного источника тока. Значит, все токи нам неизвестны. Ни один из этих токов заранее в исходных данных задачи не задан. Поэтому в нашей системе должно быть шесть уравнений. Количество уравнений по первому закону Киргофа соответствует количеству узлов цепи, уменьшенной на единицу. Мы с вами сказали только что, узлов четыре уменьшаем на единицу и получаем количество уравнений в схеме по первому закону Киргофа три. А сколько нам нужно уравнений составить по второму закону Киргофа? Столько, сколько не хватает до полного количества. Всего нужно составить шесть. Три мы можем составить по первому. Значит, три выпадает на долю второго закона Киргофа. Обратите внимание, что у нас три независимых контура и получилось. Собственно говоря, в своей статье, о которой мы с вами говорили, Киргоф математически, исходя из теории графов, показал, что это будет всегда. И всегда количество уравнений, количество независимых контуров будут дополнять нашу систему уравнений первого закона до полной системы, которая нам необходима. То есть этот факт математически доказан. Поэтому мы будем составлять в нашей схеме три уравнения по первому и три уравнения по второму закону Киргофа. Пусть вас не вводит в заблуждение совпадение этих двух чисел три и три. Это не значит, что половина составляется всегда по первому, половина по второму. Правила только такие, которые перечислены здесь на этом слайде. И никаких других. А вот сама система из шести уравнений. Первые три уравнения по первому закону Киргофа составлены для узла номер 1, узла номер 2 и узла номер 3. Можете проверить эти уравнения, исходя из знаков и входящих в них токов. Следующие три уравнения составлены для трех выбранных нами независимых контуров. Уравнение номер 4 составлено для первого контура. Уравнение номер 5 составлено для второго. И вот это уравнение номер 6 составлено для последнего третьего независимого контура. Можете проверить еще раз себя, свое понимание того, как вы освоили этот материал. Еще раз внимательно обратившись к этой системе, посмотрев, какие именно напряжения или какие именно токи сюда включены, с какими именно знаками они включены. Наша лекция подходит к концу, и мы вновь с вами обращаемся к понятию дуальности в электрических цепях. С понятием дуальности мы с вами столкнулись недавно на предыдущей лекции. И мы с вами вот такую табличку составили дуальных понятий, величин или элементов. Эту таблицу после сегодняшней лекции мы можем дополнить еще двумя новыми строчками. Строчками, которые появляются, исходя из первого и второго закона Киргофа. Если в первом уравнении Киргофа слово «узел» заменить на слово «контур», а слово «ток» заменить на слово «напряжение», то мы получаем уравнение второго закона Киргофа. Поэтому мы можем сказать, что первый и второй закон Киргофа являются дуальными законами. А входящее в них понятие, а какие в них входят понятия? Напряжение и ток, для нас они не новые, это дуальные понятия, мы это уже знаем. А вот парочка новых дуальных понятий, контур и узел, это тоже дуальные понятия. Эта таблица еще будет пополняться. Она еще не совсем закончилась. Но это уже на следующих лекциях. Итак, что мы узнали сегодня? Мы с вами узнали, что электрические цепи подчиняются трём, для нас это уже не странно, трём основным законам. Двум законам Киргофа и закону коммутации. Мы с вами показали, что все остальные взаимозависимости, в том числе и закон Ома, являются следствием действия этих основных законов. Законы Киргофа являются универсальными в том плане, что они могут быть использованы всегда, везде, для любых режимов работы, в любых электрических цепях. В зависимости от удобства использования, мы можем применять две формулировки второго закона Киргофа. Формулировка в виде алгебраическая сумма напряжений в контуре равняется нулю, основная, всеобщая, работает всегда. Формулировка «алгебраическая сумма падений напряжений равна алгебраической сумме ЭДС» является частной, производной от первой, и работает тогда, когда мы можем выделить отдельно падение напряжения и отдельно электродвижущие силы. Падение напряжения – это напряжение, возникающее на пассивных элементах. Контур и узел – дуальное понятие. В общем случае, система уравнений по законам Киргофа является системой интегро-дифференциальных уравнений. Ну и когда мы с вами захотим приступить к расчету электрических цепей, мы с вами должны будем пользоваться законами Киргофа по одной простой причине, потому что кроме этих законов нам пользоваться просто-напросто и нечем. Подробнее о расчете электрических цепей, о методах расчета электрических цепей мы с вами поговорим в нашей следующей лекции. Всего доброго!